По тем работам, которые подрядчики, не согласуя с заказчиком, выполнили с нарушением технологии, мы оплачивать не будем. Причем я говорю об этом категорично. Мы считаем, что в данном случае подрядчики выполнили данные работы с нарушением технологии. Я не знаю технологий укладки асфальта с низкими температурами, снег, тем более в грязь. Если подрядчики считают по-другому, то, скорее всего, мы в судебном порядке будем разбираться с ними. Но позиция сформирована по этому вопросу именно такая. Поставьте себя на мое место. Вы бы были заказчиками работ, имели бы очень ограниченные ресурсы, дали бы подрядчику необходимые сроки для выполнения работ летом, сухой, осенью. А подрядчик бы затянул эти работы до глубокой осени и попытался выполнить их в снег и в грязь и предъявить к вам к оплате. Вы бы стали оплачивать? Ну, возникает вопрос, а зачем я буду это оплачивать? Мне это зачем нужно? А как вы думаете, на что они рассчитывают, если работы выполнили с нарушением технологии? Это что, проверка на вшивость администрации, заплатят деньги или нет? Ну, пускай проверяют. Но с нашей стороны все было честно сделано. То есть запас времени для выполнения этих работ, тем более мы их подталкивали летом, осенью. Ну, давайте, давайте, быстрее выполняйте работы, выполняйте те графики, которые предусмотрены контрактом. Нам уже говорили, у нас контракт до 31 октября, мы гарантируем, что мы выполним. Помните, мы вместе в рейд ездили. Юрий Александрович, не волнуйтесь, мы все сделаем, все к дню города будет отлично. Ну, раз отлично, подрядчикам принято верить, но перепроверять. Я даже вам скажу больше. То, что было сделано, повлечет и кадровые изменения в структуре жилищно-коммунального хозяйства нашего города, причем в ближайшее время. Но это не только данный факт, а по совокупности сделано. Вот если бы все проскочило так, как они себе представляли, ну, тогда можно и на зиму планировать работы по укладке асфальта. Чего нет-то? Чем глубже снег, тем эффектнее работа выглядит.